Евгений Лавринов едва не покинул наш проект за шаг от финала. Более того, борьбу за выживание неделю назад он вел со своим злейшим врагом Андреем Павленко. Но какую тактику выберет Евгений теперь, когда его главный конкурент покинул шоу? Превратятся ли лучшие друзья во врагов, когда на кону полмиллиона гривен? Встречается Евгений Лавринов, Юлия Краперидзе и тюремная танго из мюзикла «Чикаго». Минулый эфир для Евгена Лавринова лечь не стал остальным. Женя, я не понимаю, что с вами происходит. Вы сдали. Поддержка получилась тяжелая. Вы вскидываете на плечо партнершу, как будто мешок поправляете на спине. Ну, средний балл получается 7. Можно было лучше станцевать. Вот, гораздо, раза в три, я думаю. Дуря моя говорит, так, Лавринов, не будет номинации, я тебе говорю, да. А наименьшее количество баллов сегодня набрали Андрей Павленко и Евгений Лавринов. Вот четко у меня в голове отложилось, что будет номинация. Я был больше, чем на 100% уверен, что будет очень жесткая обрыва. Когда стоишь возле Жанны, 3, 2, 1, линии закрыты, все голосование завершено. И начинается вот эта вот номинация. Я затылком чувствую, да, люди стоят, и вот так вот зажали пулаки, ребята, участники все стоят. Мы поздравляем, поздравляем вас, Женя. Вы молодец. Меня просто взорвало. Я слышу, что взорваются тоже ребята, там, залы. Я не понимаю, что происходит. А произошло то, что смотрители таки врятовали Евгена. И хотя еще вчера человек находился за крок до вылету, сегодня же он абсолютно уверен в своей победе. Ну, реально, вот из пятерки, да, то, конечно же, победить должен я. Победа, вот она уже рядом, вот она близко, да, тут все, миллиметр остались. Нині человек має особливу тактику, що зробить його переможцем. Евген вирішив закохатися у хореографию. Сейчас я хочу понять эту хореографию, я хочу влюбиться на меня. Ребята, у вас танго. Для вас это не новость. А вот поддержка, которая у вас будет, действительно будет новостью. Я называю эту поддержку «Чебурашка». Ты получаешь по правому руку сначала, потом ты получаешь ногой по левому, и спустя пять раз у тебя такие большие красные уши. Поддержка красивая, да, то есть она такая и экстремальная, грубо говоря, там тоже свободное, да, такое перемещение. Ног. Опа. Ай, п*** ты, что, Женя. Еще же отпускай правую руку. Женька путает, в какой момент именно нужно опускать руки и переводить меня с самого положения в другое. Если он не сделает это правильно, и в нужный момент я просто могу, ну, реально упасть. Ой! А-а-а! Стой, стой, руку, дай. Все, так, все. Ты хочешь лишиться партежа, я так понимаю, на финал, да? И если Евген таки дистанется трейки финалистов, ему доведется станцювать еще один танец. А втім, у человека и тут проблема. И снова с руками. Если ее не сделаем, действительно, я завалю Юлю, да, и как-то все. Финал, до свидания. Смотрите, надо. Забрасываем партнершу наверх, да? Так называемый крест. Мы вращаем партнершу. Вращаем партнершу. Партнерша ложится. И мы раскручиваем ее плечи через переброс вот в эту позицию. Когда Дима с Аленой показали эту поддержку, у меня сразу в голове так. Цирковые акробаты, воздушные гимнасты без страховки. Может, я гусеничку покажу? Ой, я тебя прошу. Любой человек в Украине, который немножко выпил, может сделать тебе гусеничку. Давай. Это очень стрёмно. Если я не почувствую, что он меня настолько держит, да, вот с сильными руками мужскими, я просто, ну, я побоюсь это сделать, действительно. Для меня это выглядит нереальным. Ну, то, что выглядит. Я пробую, а у меня ничего не получается. Один кружочек. Вот так. Держи. Я боюсь, что руки не выдержат. То есть силы не хватит. И, я явно поцелуюсь. Ну, куда же ты за мной падаешь? Очень хочу, когда проект завершится, пойти в спортзал и работать именно над руками. А пока что сейчас у меня впереди одна победа. Победа в финале. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть можно, если мы все-таки договорились? Можно, можно, да. Собственно говоря, можно было не убивать. Получилось очень круто, очень эмоционально, очень сложно. И в конце сюжета смерть... Нормально. Да, это нормально, не нужно этого бояться. Между прочим, над художественным вымыслом, именно над ним, и рыдают зрители. А настоящие артисты не боятся умирать на сцене. И сегодня вы продемонстрировали высокий, профессиональный уровень. Актерского мастерства. Живите сто лет и ни в чем себе не отказывайте. Я бы хотел добавить, что, судя по всему, Женя, прошлый эфир это как волшебный пендаль для тебя был. Да, он согласился с этим. Спасибо огромное. Поспешите, пожалуйста, в наше закулисье. Сегодня только вы, уважаемые телезрители, решаете, кто станет победителем нашего шоу. Если вы считаете, что победы достоин Евгений Лавринов, отправляйте смс с цифрой 9 на номер 2013. Либо звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. А за кулисами рядом с Владимиром уже находится жена и дочь Евгения Лавринова, которые очень хотят, чтобы их родной человек победил в нашем шоу сегодня. Вы познали, сколько смс-ок еще неделю назад супруга Алена и дочь Соня отправлялись за Евгения Лавринова. И, возможно, да я уверен в этом, что именно ваша поддержка и помогла ему остаться на нашем проекте и выйти в финал. Вы сильно переживали, что еще неделю назад Евгений Лавринов мог покинуть этот проект навсегда? Мы переживали, но мы были уверены на 150%, что он пройдет дальше. Он целенаправленный, он знает, что он делает, у него есть мечта, цель, и он идет дальше. Неделю назад Евгений уже выиграл одну войну с Андреем Павленко. Хватит ли ему сил выиграть в финале сегодня? Он просто не имеет права, потому что он даже не представляет, какое количество людей голосует по всей Украине, поддерживает. И какое количество людей знает такую же историю, как у него, и также хотят справиться со своими какими-то проблемами, желаниями, мечтами. В общем, он просто не может по-другому. Он должен выиграть. Сонечка, скажи мне, пожалуйста, в твоей школе поддерживают, болеют, наблюдают за тем, как выступает твой папа на проекте? Да, мои одноклассники, все остальные классы, даже директоры школы, моя учительница, все голосуют за моего папу. Все знают моего папу в школе. Я вам скажу больше. Уважаемые классные руководители и директор школы, голосуйте за Евгения Лавринова, потому что если он выиграет полмиллиона гривен, он отремонтирует не только класс Сони, но и всю школу. Ну что же, я уверен, что все одноклассники Сони болеют за твоего папу, так же, как и все одноклассники болеют за Жанну Бодоеву. Жанна, тебе слово. Спасибо тебе, конечно, Володя. А мы продолжаем.